вероника тугунова сегодня с нами врач терапевт нефролог уролог и поэтому я тебя попрошу нам рассказать про болезни кошек связанные с почками наверное сложно бывает иногда поставить истинную причину происхождения хронической болезни почек потому что сейчас огромное количество информации в интернете все знают что термин хронической болезни почек это скажем так некоторые собирательные то есть понятие которое просто говорит о том насколько почка то есть плохо там функционирует потому что есть классификация то есть хроническая болезнь почек 1 2 3 4 стадии на которой мы ориентируемся чтобы понимать насколько да то есть почка плохо функционирует но не объясняет процесс который в почке происходит и чем именно почка болеет и минус в том то что нам не всегда удается я бы даже сказала в большинстве случаев то есть не удается установить истинную причину начала болезни если это например молодое животное у пациентов старше 10 лет у которых в течение жизни там может быть богатая история и здесь понятно что накладываются возрастные изменения а когда речь идет о молодых животных то здесь все становится гораздо сложнее потому что есть заболевания которые могут приводить к повреждению почки и здесь если мы например умудрились поймать такого пациента и установить основной диагноз который привел к повреждению почку то тогда соответственно мы можем говорить что да у нас есть там какой-нибудь гламиролонефрит который ассоциирован с тем то что у нас животного есть такая-то такая-то инфекция и есть группа пациентов это кошки которые любят гулять сами по себе которые приходят с острым поражением почек и далеко не всегда тоже да то есть удается понять что вдруг остро привело к повреждению почки потому что если кошка гуляет где-то сама по себе что у нее есть в свободном доступе что можно попробовать и такие кошки к сожалению да то есть попадает на прием к врачу довольно поздно и прогнозы конечно тут большинстве случаев неутешительны и самое наверное неприятные болезни которые сложно диагностировать но у кошек считается что встречается не очень часто это иммуно-опосредованный гламиролонефрит что собак что у кошек сложность диагностики этого заболевания включается в том то что мы не можем подтвердить диагноз в нашей стране у нас это как диагноз исключения когда мы исключили фактически все что только может быть и назначали там пробную терапия и еще одна проблема с которой мы все тоже чаще наверное сталкиваемся и которые тоже большинстве случаев не удается нам подтвердить гистологически но это уже не из-за того что не мы мы не хотим да из-за того что далеко не все владельцы соглашаются на проведение данных манипуляций это амилоидоз почек к сожалению на него нету генетических тестов и диагноз ставится исключительно гистологически но благо это мы можем делать а какие можно аспекты содержания отметить как факторы риска частные дома где например отопление используется чтобы не замерзали трубы и частные дома где используются химикаты для обработки участка и опять же гаражи где стоят частные свои личные автомобили с автомобильной седовой химией если почка по каким-то причинам в течение жизни да то есть пострадала то она быстрее выйдет из строя рабочих нефронов потому что осталось в разы меньше и как это профилактировать естественно диспансеризация это никто не отменял иногда начало хронической болезни почек у молодых кошек именно обнаруживает на рутинных исследованиях когда просто приходит планово ежегодно опять же да то есть очень многие думают что можно сделать что-то одно да то есть но если у нас есть креатинин с мочевиной высокий зачем нам делать узи понятно почка плохо работает или у нас креатинин мочевина нормальный зачем нам делать узи почки это так не работает потому что почка может быть изменена напрочь но при этом прекрасно работать и ровно так же как наоборот как раз у пациентов именно с острой фазы например токсического поражения с каким-то острым гламиролунифритом инфекционным в начале вот просто там температура поднялась да то есть или вырвала делаю шузи прекрасные почки а креатинин уже чуточку повыше а через два дня почка уже побелела и креатинин полтора тысячи кошки например с врожденным поликистозом почка может быть большая может быть огромное количество кистозных полостей но при этом идеальный креатинин мочевина при этом огромное количество белка в моче поэтому для того чтобы вовремя поймать какую-то проблему и понять как дальше с ней действовать и искать ее причины до рутинные ежегодные исследования крови мочи и если есть какие-то изменения то есть в состоянии внешнем или владелец отмечает что животное похудело а мы взяли у него анализы они идеальные да то есть тогда конечно сюда имеет смысл включать ультразвуковую диагностику да то есть есть же огромное количество болезней опять же воспалительного ряда которые в классическом анализе клиническом например крови воспаление не будет видно уровень лейкоцитов может быть нормальной морфологии лейкоцитов тоже может быть да то есть никак не изменена а мы например взяли у кошки сывороточный амилоид он 100 ну вот понятно что да то есть не всегда просто рутинно да то есть исследования обычные могут выявить какую-то проблему поэтому здесь крайне важно именно собирать анамнез например видим что предыдущие три года вес был такой а сейчас что-то на полкило меньше поэтому конечно мы такому пациенту возьмем анализы крови посмотрим если какие-то изменения есть на то есть отклонения и сочетание там с выуживанием а что было то есть мы назначим дополнительную диагностику да там рентген в любом случае чтобы оценить функцию почек недостаточно просто взять кровь на мочевину кретинина то есть на самом деле там все гораздо сложнее если вы это очень сильно углубляться то здесь да и очень много нюансов относительно питания потому что последнее время тоже стали мне появляться кошки виду свою некоторую статистику относительно на кошек которые кушают высокобелковые сухие корма и в молодом возрасте начинает иметь повышенный уровень креатинина и мочевины без каких-либо на то поводов здесь тоже очень много нюансов относительно того что как какой образ жизни кошки даже домашние ведут что они едят каких количествах и сколько водой не пьют если у животного уже есть диагноз то какие еще особенности содержания помимо того что нужно следить чтобы у животного было достаточно потребление корма и воды какие еще особенности содержания таких животных для владельца пациент почечник например плохо ест ему нужно там раз в три дня ходить колоть противорвотные препараты да потому что тошнота это один из симптомов которые надо периодически купировать и это иногда решает проблему с тем то что животное например стало меньше есть потому что это почечник например там да то есть 3 4 стадии болезни и он постоянно да то есть находится в интоксикации рвотный центр в голове постоянно получает до сигнал о том что нужно очистить организм от токсинов и такие пациенты находятся в этом симптоме тошноты и надо как-то на это повлиять кошек кормить хронической болезнью почек если у них есть проблемы с аппетитом очень сложно и если кошка перестала есть лечебный корм этому всегда есть обоснования и чтобы кошка не ухудшилась не потеряла свою массу потому что почечнику вообще его сложно набрать то в этом случае я никогда не запрещаю кошкам переходить на другие рационы лишь бы они начали кушать и кушали с аппетитом и перестали терять свою мышечную массу а проблему с белком и фосфора мы начинаем решать за счет фосфат биндеров и потом постепенным переводом все таки да то есть на тот корм который нам более приемлем но не так резко здесь в приоритете чтобы кошка ела скажи а как ты относишься к тому что доктор мы вот в интернете прочитали что если кормить красным мясом и если давать каждый день ромашку и отвар льна у нас станет все хорошо станет все лучше и что вот много случаев когда это помогло это скажем так раз два три да то есть на огромное количество когда например владелец принял для себя решение что мы уходим со всего вот у нас есть мяско и мы больше ничего делать не будем и потом приходит через какое-то время у нас все хорошо это не говорит о том что пациент увеличился но видимо фактор того что мы перестали делать какие-то над ним насильственные действия далее кушать то что хочется это привело к тому что да то есть животное во всяком случае восполняет полностью свои энергетические потребности ему хорошо но к сожалению надолго этого как правило не хватает а относительно того что когда люди говорят что вот мы почитали и мы хотим так попробовать но мне ничего не остается сделать как развести руками сказать что ваше право если кто-то пытается со мной обсуждать да то есть эти схемы а что вы поэтому думаете но я обычно говорю что к сожалению не обладает таким количеством времени чтобы обсуждать то что пишут в интернете ну то есть если речь идет о какой-то статье да то есть вот мы нашли статью есть такие владельцы мы это обсудим когда речь идет о вот таких вот вещах там я гуру да то есть диетология и лучше знаю как кормить кошек да то есть я этим занимаюсь 20 лет но я просто не трачу на это время опыта нет столько чтобы на него тратить все проблемы с давлением да да проблема с давлением она очень 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 актуальна потому что здесь если кошки больше 10 лет здесь и первичная идиопатическая артериальная гипертензия кошек может приводить к дополнительно к повреждению почки если у нас пациент уже с 3 4 стадии хронической болезни почек у него уже за счет нарушения функции почек развивается уже то есть опять же очень сложно понять какой на самом деле у кошки давление потому что если систолическое давление у нас свыше 160 миллиметров трудного столба у кошки страдающей хронической болезнью почек чем она выше тем больше повреждающий эффект если так по простому сказать будет для почки поэтому крайне важно да чтобы она не повышалась там да то есть свыше 160 миллиметров трудного столба домашних условиях и не падала на мой взгляд ниже там 130 и если такому пациенту попытаться измерить давление дома то скорее всего мы увидим более объективные истинные цифры поэтому мы никогда не назначаем даты сразу высокие дозы препаратов и начинаем снижать артериальную гипертензию именно постепенно с учетом того что да то есть у нас пациент дома может иметь абсолютно другие цифры по давлению и загнать такого пациента в гипотензию да то есть для почек это тоже очень 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 плохо потому что для почек нужно чтобы давление было хорошим всегда потому что что вверх что вниз это опять же будет повреждать почку и сокращать продолжительность ее жизнь как долго может животное жить с болезнью почек объективно объективно зависит от стадии на которой его нашли и от причины как мы говорили раньше да то есть например амилоидоз там да то есть абиссинских кошек здесь к сожалению прогноз по продолжительности жизни да даже при подтверждении диагноза или даже при применении какой-нибудь там поддерживающей терапии или терапии которая может замедлить к сожалению будет плохой да если речь идет об обструктивной болезни почек на фоне почечнокаменной болезни да то есть которая не разрешается и камни образуются и постоянно да то есть приводит к тому что мочеточники закупориваются креатинин растет то здесь тоже продолжительность жизни может зависеть от того насколько удается устранить да ту причину которая повреждает . если речь идет о гламеролонефритах то опять же если это выявлено на ранней стадии да то есть мы разобрались с причинами все сделали для того чтобы убрать влияние да то есть того что приводит гламеролонефриту если повреждающий фактор больше не воздействует мы делаем максимально все то чтобы почки было хорошо и не возникало новых инфекций каких-нибудь вирусных да то есть не было токсических поражений так далее инфекции мочеводящих путях в самих там да каких-нибудь бактериальных циститов то такая почка может и долго проработать и прогрессировать не быстро если это пациент у которого мы установили болезнь почек какой-то уже тяжелой стадии или есть причины которые там невозможно устранить она будет продолжать влиять мы не можем контролировать тогда такого пациента конечно продолжительной жизни будет гораздо меньше и не всегда мы даже можем помочь на каком уровне сейчас современные методы лечения насколько это все эффективно если брать в целом в массе все то что нам сейчас доступно это гораздо больше чем было например 10-15 лет назад мы гораздо больше можем выиграть времени пациентам имея современный набор препаратов а теперь еще имея диализ могу похвастаться у нас есть очень успешные пациенты которых удалось стабилизировать и они поехали по домам и жить даже не с терминальной стадии хронической болезни почек а с очень даже хорошими показателями а без этого да скорее всего эти пациенты погибли так что качество услуг и возможности они сильно выросли с учетом того сколько исследований проводится и возможностей приобретать те или иные группы препаратов и опять же диетические рационы тоже сыграли в этом немаловажную роль это не просто диета это лекарство которое например у почечника может помогать нам улучшать качество жизни и замедлять процессы происходящие в почках только за счет того что там да то есть специальный состав сейчас есть тоже огромное количество препаратов которые даты что могут нам помочь улучшить качество жизни такого пациента и здесь больше наверное зависит от желания владельца от того насколько он готов это все делать в большинстве случаев люди даже те которые говорят что вы знаете нет я сама не буду ничего у меня есть рядом с домом клиника через полтора недели уже да а покажите как да то есть она вот видите как хорошо договорились за то есть они самостоятельно начинают осваивать приемы подкожных там внутри мышечных инъекций все больше появляется там навыков дать эти таблетки они уже знают да то есть в каком как когда пора пойти сделать да то есть инъекции тоже там сирене чтобы купировать тошноту когда дать стимуляторы аппетита это действительно помогает таким пациентам выиграть себе кому-то месяца кому-то год и больше жизни